Представляете, все из золотого янтаря, прямо вот смотрю. Янтарь, как бы такой камень мягкий, но он очень солнечный, сдающий заряд. Какие там казаки строили? Тотар первый у вас строил? Нет, это не так. Ну, он просто, это, конечно, намного раньше. Это ваша работа, да? Это ваша работа, да? А сами вы откуда, как вас найти? Найти? Да, это наш логотип, руками нарисованный, еще не оформлен. Экспромт, мы здесь Экспромт. Санвуд, фирма, мой номер телефона, Дима, найти в соцсетях, в любом смысле есть. Прямо дерево счастья, богатство в процветаниях. Это не дерево, это светильник ночник даже, и сделан полностью из натуральных материалов. Все янтарь из камня, и все дерево, что дерево. Работа наша, вот это капотило, любишь? Два мастера, полтора месяца делали. Это от А до Я, от процесса камня до... Это знаменитый, этот наш украинский бурштин, нет? Да, это оттуда, да? Там говорят, что не целые войны идут, такая драгоценность прямо вот. Войны идут из-за того, что нашу страну хотят очень держать на уровне сырьевого придатка страны Третьего мира, как это называют. Из-за того войны, это только большие интересы. Обычно люди там живут такие же, как и мы. У них такая ситуация, что у них по-мало кому есть, что занимаются, как добывать их, да. И это им создали такое... И тут какие-то отобрать у них, да? Ну, это невозможно, так, что им укушать, как им укушать. Да, им выживать тоже. Отжимают, и людям легче не становится от этих войн. Конечно, да, но красота спасет мир, конечно. Вы можете отысить руку, почистить камень и взять себе подарок. Любой, который вам ляжет. Что? Может взять себе пару камушков на память. Я всегда считал, что янтарь, он такой хрупкий, он как бы мягкий считается такой. Это смола окаменелая. Да, да, да. Он, ну, то есть, если это янтарь, ему от 10 тысяч лет и больше. Он не ставит сарапину такую вот ногтя, а смола ставит или подобный тыс молодой. Вот такой у меня подарочек попался. Вот, например. Спасибо вам большое. Не за что. Я знаю, что янтарь, он, говорят специфически, он работает, когда есть солнце. То есть он заряжается от солнца и дает хозяину. А если солнца нету, то лучше его не носить, я такой слухал. Ну, как, не знаю, насколько оно работает, у кого как. Это камин солнечный, это однозначно. Или он в любом случае подзаряжается? В любом случае это живой материал. Это не рукотворный, он в природе вот есть живой. Он резонирует всегда, он есть что-то, да, живое. Не может он не работать. То есть он есть. А если он есть, значит он есть. То есть, я имею в виду, что вот элементов вампиризма не происходит. Потому что, ну, я страховал, потому что я так не интересуюсь камнями. Вампиризм часто путается с обычным своим обменом энергией. Просто есть люди, генераторы энергии, есть люди, только потребители. То есть это от людей, зависит ли они от камня, да, получается? Конечно, конечно. Вы возьмите вот человека, который, на ваше мнение, о вампире, проймите искренне, обнимите его и дайте от себя энергию ему. Вы не потеряете. Ибо вам придет то, что вы даете, и всегда вернется. А человек, он насытится, и он получит вот эту энергию и будет очень счастлив. Ну да, вот ему не хватает просто. Если человек с хорошим своим зарядом, на моих глазах, как зарядил женщину, он просто ей дал понять, что на самом-то деле это не есть плохо, вампиризм просто это есть ее реальность. Она пришла на большое мероприятие, не осознавая, зачем она ей. А если не осознаешь, значит, есть какие-то, ну, есть все равно какие-то механизмы, которые тебя ведут туда-сюда. И ей просто открыли, что за что. Ее сюда привело желание насытиться, и она ее была. Дима вас зовут, да? Дмитрий, да? Да, Дмитрий зовут. А Санвуд, это в переводе с Сан Солнце, а Вуд это я уже забыл. Солнечный лес. А, Солнечный лес, вот лес. Да, да, да. Да, правильно. Как бы разработали сами, можно сказать. Моя любимая лизонька сделала, логотип прекрасный. Он будет в другом виде, ну, экспромтом. Мы готовили сюда два. Интересно. А я так увидел, как Солнце, и как скважина, проход, ключ, как бы, да? То есть, интересно такой, как бы, между мирами, как бы, да? Проход, как бы, и, как бы, луч Солнца, как бы, такой идет, да, получается? Не, ну, я тоже спонтанно, я, как бы, смотрю, что такая самоидея. Ну, знаете, какие вещи делают для тебя для друзей, для себя? Для родной, для друзей, да. Есть знания, которые подтверждаются практикой, практикой пресков наших, которые переходят обереги, красная нить, оберег, там, булавка. Да, это все рабочие материалы. Просто бабушка говорила, бабушка одевала, а механизм бабушка-то и сама могла не знать. Ну, это рабочие вещи, механизм можно тоже считать. Ну, да. Раньше вообще Солнцу это поклонялись, потому что главный источник такой живой энергии, это все-таки Солнце у нас. Сейчас можно сказать, что то же самое, только искажают. Сейчас такие процессы, вот черные, скажем так, люди, которые не несут свет, они в солнечные даты делают плохие дела. Теракции, вот такие всякие серьезные вещи. Если проанализировать их даты, они всегда делаются в дни силы Солнца, то есть в дни равноденствия, в дни, которые наши предки почитали, считали сильными днями силы. Ну, хорошо, спасибо, еще раз запишите телефончик, чтобы кому-то будет удобнее. Да, пишите вайбер, удобнее всего через телефон. Спасибо, благодарим. Благодарю вас.